Все так запутано. Невозможно разобраться. Кто-то винит Хелин. Кто-то говорит, что это сделал Джимшит, а потом взвалил вину на нее. Ничего не понятно. Ладно, дочка, Мимо в порядке. Ничего важнее этого нет. Будем радоваться этому. Девочки, я пойду прилягу. У меня разболелась голова от переживаний. Давай, мамочка, отдохни немного, а вы поболтайте. Это неслыханно. Зачем Джимшиту похищать ребенка, которого он любит, как родного? Зачем разлучать его сосие? Это полный бред. Откуда я знаю? Сестра, я должна тебе кое-что сказать. Говори. Я знаю, ты сейчас с мужем поссорилась. У тебя сейчас масса проблем. Может, сейчас не время, но я должна рассказать тебе об этом. Не бери в голову. Это другой вопрос. Рассказывай, что случилось. Сестра, Тахир предложил мне выйти за него. Да ты что? А ты что сказала? А я согласилась. Я очень рада. Правда? Правда. Мы и брату сказали, но он плохо отреагировал. Сделал вид, что не слышит. Развернулся и ушел. Разозлился. Вот и все. Не обращай на него внимания. У него масса забот. Его ребенок только что нашелся. С ним случилось столько бед. Легко ли? Ему не до вас. Оставим его. Лучше расскажи, как все началось. Как он сделал тебе предложение? А ну, колись. Ну, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Идем, братишка. Иди сюда. Поговорите, решите вашу проблему. Я не хочу огорчаться из-за вас. Я пойду спать. Сибирь, Сибирь, поднимайся, милая. Иди в кровать. Вставай. Ты злишься на меня? Нет, сестренка. Не злюсь. Иди. Брат. Анатахира. Сибирь, иди спать. Список, на кого я злюсь, очень длинный. До Тахира еще далеко. Я знаю, ты сердишься на меня. И ты права. Но, пожалуйста, не будь ко мне несправедлива. Ты, только будучи беременной, со своими гормонами, со всем этим, не знаю, со своим инстинктом, готова к материнству. Но я только познаю это. Мужчина становится отцом, только когда берет ребенка на руки. Понимаешь? А в девчонках этот инстинкт материнства, видимо, просыпается еще в детстве. Ну, так говорит мой отец. Я почувствовала себя такой одинокой. Ты отказался от нашего ребенка. Я очень обиделась, Зафар. Я не знаю. Но когда... Я вчера взял на руки Мимо, я подумал, что бы я делал, если бы с нашим будущим малышом что-то случилось. Может быть, я тогда впервые ощутил свое отцовство. Мне нужно было время. Мне нужно было время, чтобы я был не так счастлив. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОЛ Ты выглядишь уставший Мы оба очень устали Давай поднимемся в нашу спальню Субтитры создавал DimaTorzok